Все же им глядит по будущим, и блажен, Раби Божи, обрящих, глядящих. Многие-многие уроки православия мы учили по творениям святителя Игнатия Брянчанинова. И именно он на протяжении долгих лет помогал нам не только узнавать о вере, но и познавать ее деятельную, практическую сторону. Он учил нас покаянию, молитве, учил правильному отношению к земной жизни и смерти, а еще напоминал о том, как важно уметь быть благодарным, ибо благодарение Богу составляет часть умного делания и состоит в благодарении словословия Бога за все случающееся, и приятное, и скорбное. Какое важное напоминание! Ведь зачастую наша духовная жизнь представляет собой непрестанный список просьб, которые Бог должен, ну или мог бы для нас выполнять. И мы порой даже не замечаем такого потребительского отношения к тому, кто все уже сделал для нашего спасения. Мы как бы назначаем Бога своим должником, не замечая при этом, сколько милости Он нам оказывает, и забывая, что сами-то мы перед Ним в неоплатном долгу. Здесь справедливо будет заметить, что и по отношению ко святым угодникам Божьим мы ведем себя примерно так же, в том числе и к святителю Игнатию. Но на ближайших уроках постараемся исправиться и от всей души поблагодарить нашего многолетнего Учителя за его уроки, тем более, что нынешний юбилейный год к этому обязывает. В этом году исполнилось 210 лет со дня рождения святителя и 150 лет со дня его блаженной кончины. И вспоминая вместе со священником Валерием Духаниным сравнительно короткую по сегодняшним меркам жизнь святителя Игнатия, мы хотели бы поговорить о том, как он обретал святость на узком и скорбном пути спасения. Существует расхожее мнение, что людям святым все дается легко, потому что им помогает Бог. И иногда мы, читая жития святых, особенно древних святых, думаем, что им духовная жизнь давалась намного легче, чем если бы мы попытались принять на себя эти подвиги. На самом деле это не так. И вот жизненный путь святителя Игнатия Бринчанинова показывает нам, что святому человеку все дается так же трудно, как и каждому из нас. Но отличие святого человека заключается в том, что при самых трудностях он не сворачивает назад, он все равно идет вперед и вверяет себя в руки Божии. У святого человека случаются такие же искушения, те же самые неудачи, в чем-то, может быть, даже ошибки, преткновения. И вот когда Дмитрий Бринчанинов вместе с другом своим, Михаилом Чихачевым, уехали от старца Леонида, они приехали в родовое имение Бринчаниновых, в Вологодский край, село Покровское, Грязовецкого уезда, то тут вдруг неожиданно ухудшается ситуация. Мама болела, она была при смерти, но она выздоровела. Отец обещал построить для них особую келью возле церкви. Но тут он неожиданно меняет решение и говорит, и старается вернуть Дмитрия к мирскому пути, настаивать, чтобы он женился. И Дмитрий вместе с Михаилом, не зная, что делать, уезжает в Новгородскую епархию, в Новоизерский монастырь к старцу Феофану, но там были болота, и сырой климат вновь подрывает здоровье Дмитрия. Так что он три месяца болел лихорадкой, у него стали распухать ноги, он слег, и они вынуждены были оттуда опять уезжать. И вот, казалось бы, неудача за неудачей, всё рушится, какое тут монашество. И когда ты подходишь вроде бы к последнему пределу, когда тебе кажется, что ну всё, кругом одни тупики, вот в этот самый момент Господь всегда чудесным образом помогает, когда ты продолжаешь всё равно уповать на Бога, когда ты молишься Ему. И неожиданно Дмитрия Бринчанинова приглашает к себе вологодский епископ Стефан, и он-то и совершает его монашеский постриг с именем Игнатий в честь святого Игнатия Богоносца. Это случилось в 1831 году. И как сам святитель Игнатий вспоминал этот день, это было для него вот как воскрешение. Он умер для мира, но он воскрес духовно. Он ожил внутренней жизнью, и его сердце наполнилось необыкновенной радостью, потому что он обрёл то, чего желал. И вот через непродолжительное время его рукополагают уже в сан иеромонаха, и он назначается настоятелем Лопотова монастыря, монастыря, который был основан преподобным Григорием Пельшимским. И когда святитель Игнатий становится настоятелем, вот интересная такая историческая деталь, к нему тут же собираются послушники с разных монастырей, которые знали его ещё до пострига. То есть ещё до пострига он уже заслужил духовный авторитет. И будучи настоятелем, святитель Игнатий неожиданно проявляет удивительный административный талант. Он смог упорядочить монашескую жизнь в этой обители. И до этого там были некоторые монахи, и они, конечно, были недовольны теми порядками, которые стал водить святитель Игнатий. И вот одному прихожанину монастыря, крестьянину Карпу, он вёл благочестивый образ жизни, ему однажды было дано такое видение, как вот эти монахи жаловались преподобному Григорию Пельшинскому за то, что святитель Игнатий вводит строгую дисциплину в монастыре. И преподобный Григорий, повернувшись к этому крестьянину Карпу, говорит, могу ли я слушать их? «Отец Игнатий всё делает правильно, и он прибудет вместе со мной, если устоит в своём делании». И вот этому благочестивому крестьянину Карпу было также открыто, что в скором времени святителя Игнатия призовут на новое место, что он будет находиться в обители, посвящённой Святой Троице, возле Петербурга, возле столицы того времени. И так и случилось. Неожиданно, конечно, в этом был промысел Божий. Про святителя Игнатия вспомнил император Николай I, и он его разыскал и пригласил лично к себе. Император сказал так. «Ты мне обязан за то образование, которое я тебе дал. Да, я пошёл тебе навстречу и разрешил стать тебе монахом, посвятить всецело себя Богу, но и ты верни мне долг, послужи мне в той обители, куда я тебя поставлю». И он назначает святителя Игнатия настоятелем Троице-Сергиевой пустыни под Петербургом. Эта пустынь находилась на дороге между Петербургом и Петергофом. И когда вот царственные особы, высокопоставленные лица ездили этой дорогой, то они заезжали в Троицкую пустынь, а она пребывала в запустении, и нужно было её восстанавливать. И вот святитель Игнатий, когда становится настоятелем этой пустыни, ему было всего 27 лет. И там было мало монахов. Нужно было заниматься строительством. И вот здесь как раз пригодилось его образование, полученное в Высшем военно-инженерном училище, потому что это дало ему возможность вести многочисленные постройки, реставрировать также то, что там было уже. Аминь. 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 Конечно, любой другой, окажись он на этом месте, он был бы просто счастлив. Но дело в том, что святитель Игнатий всю жизнь стремился к безмолвию. И тут получается, что монастырь, куда его поставили, он на пересечении вот путей светских лиц. Там постоянно появляются какие-то высокопоставленные люди. Им нужно уделять внимание. В самом монастыре это бесконечная стройка. Нужно распределять монахов на послушание. Нужно постоянно писать какие-то отчеты в Синод. Кроме того, святители Игнатия назначили благочинным всех монастырей Петербургской епархии. В общем, это была жизнь, в которой нужно было заниматься внешними делами, во многом чуждыми, сердечному направлению святителя Игнатия. А когда же молиться? Когда посвятить себя богомыслию? Когда совершать молитву Иисусова? И что удивительно, именно вот на этом месте, в Троице-Сергиевой пустыне, и прошел основной аскетический путь святителя Игнатия. Он провел здесь 23 года. Как он сам вспоминал, Троице-Сергиевая пустынь встретила его недружелюбно. Никто не хотел его там принимать. В первый год он заболел тяжелой болезнью, во второй год второй тяжелой болезнью, в третий год третий, и это подорвало его физические силы. Он стал постоянно страждущим, постоянно больным. Но именно здесь и выработался окончательно его дух как подлинного подвижника Христова. Это вот всецелое верение себя в руки Божьей. Вот что бы ни происходило, я не уйду с этого пути. О чем нам говорит этот пример? Святитель Игнатий говорит нам, что не ищи удобного для себя места. Спасаться нужно там, где ты и поставлен. Хотя бы казалось, что вокруг шум, суета, мирская жизнь. Хотя бы казалось, что ты постоянно занят какими-то мирскими заботами. Но и здесь, если ты будешь внимателен к своей душе, к своему сердцу, ты можешь обрести спасение. За двадцать лет своего настоятельства святитель Игнатий поднял Троицу Сергию Пустынь из руин. Там возникли величественные храмы. Все было благоустроено. И многие приезжавшие люди видели, насколько роскошна обстановка этого монастыря. И как-то один из друзей святителя Игнатия, архимандрит Сафония, который впоследствии тоже стал епископом, он обратил на это внимание. Вот он сказал, что ты же ведь стремишься к аскетизму. Посмотри, какая дорогая обстановка в твоих настоятельских кельях и в твоем кабинете. И тогда святитель Игнатий провел его в самый отдаленный коридор и открыл дверцу в уединенную келью. Это была совершенно бедная комнатка с пустыми стенами. На стене была икона, перед которой горела неугасимая лампада. А на полу лежала простая рогожа. И вот именно в этой бедной келье святитель Игнатий и совершал свое делание, монашеское делание. Он уходил от людских глаз, он уходил от всей этой богатой обстановки и уединялся в маленькой келье и совершал свое молитвенное делание. Там и прошел его подлинный аскетический путь, его монашеское подвижничество. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Кроме того, продолжительные болезни, которым подвергался святитель Игнатий, способствовали частому уединению. И именно во время своих болезней, как об этом и писал сам святитель Игнатий, он и посвящал себя непрестанной молитве. Болезни помогли ему стать подвижником Христовым. Но мирской свет, вот это великосветское общество, которое со всех сторон окружало монастырь, конечно же, так или иначе проявляло себя. И вот был такой случай, как однажды за советом, как бы за советом к святителю Игнатию приезжает фрейлина Нелидова. Она совсем недавно оказалась при дворе, и на нее обратил внимание сам император Николай I. Он стал за ней ухаживать. и эта фрейлина приближалась уже к реальному падению. И вот она приезжает к святителю Игнатию и говорит, что ситуация такая, как ей быть. И при этом святитель Игнатий почувствовал, что на самом деле внутренне она уже готова предаться блуду. И, увы, она даже ссылалась на царского духовника сказала, что он, ну, якобы он объяснил эту ситуацию так, что, ну, вот в этом грехе не будет чего-то особо страшного, потому что вот все мы люди грешные, а тем более тут император сам, что, мол, потом покаешься и исповедуешься. И на это святитель Игнатий ей говорит, что чем выше лицо в государственной жизни, тем более усугубляется совершенный им грех. Грех не оправдывается от высоты положения, наоборот, чем выше ты находишься, тем тяжелее твои грехи, и тем больше у тебя ответственность за совершаемые грехи. И, как говорят современники, вот такая беседа, она вызвала некоторое неудовольствие со стороны императора, но, так или иначе, святитель Игнатий смог предотвратить это падение. очень часто святитель шел вопреки мнению большинства. Он никогда не заигрывал со светом, хотя к нему приезжали великие князья, с ним пытались заводить какие-то знакомства, но в душе своей святитель Игнатий всегда был верен аскетическому идеалу, и самое главное, это были заповеди Христа. Если мы верны Христу вот здесь, то это и дает нам подлинную духовную стабильность, а какие-то временные связи это обман. Они быстро рушатся и обнаруживают свою пустоту. Подошло время, и Господь призывает святителя Игнатия к епископскому служению. Что интересно, он ведь никогда к этому не стремился. И за него и раньше ходатайствовали, но у него было очень много врагов, которые препятствовали этому. И когда исполняется святителю пятьдесят лет вот только тогда, только тогда и был он избран на епископскую кафедру и направлен, ну, в общем-то, достаточно далеко, на юг, на Кавказ, на Ставропольскую кафедру. Вот в самом этом епископстве святитель остается строжайшим подвижником. Известно, что у него не было денег, даже на дорогу, и он вынужден был искать, кто бы смог оплатить ему проезд на Кавказ. А когда он приехал в Ставрополь, то оказалось, что епархия была практически без содержания, и епископская зарплата там была ниже, чем у ректора Ставропольской духовной семинарии, а нужно было как-то еще содержать монашество епархии. И благодаря своим организаторским качествам святитель Игнатий смог и там повысить уровень епархии. Так что достаток этой епархии через несколько лет стал выше, чем в других епархиях Русской Православной Церкви, но результат уже произошел, когда святитель покинул эту епархию и уехал на покой. То есть он сам плодов своих трудов не вкусил. «Святитель» Мне вспоминается одна запись святителя Игнатия, которую он оставил в журнале Ставропольской духовной семинарии. Вот когда туда приехал святитель Игнатий как епископ, чтобы посмотреть, как там идут дела, то в журнале он оставил следующую запись, что из духовной школы нужно исключить телесные наказания, такие как драние за волосы, ударение по голове. Не нужно также ставить в угол, и надо исключить розги. И самым главным воспитательным средством является благородство воспитателя. И дальше святитель Игнатий пишет, когда воспитатель пытается сам лично наказывать ученика, то в этом случае унижение терпит всё человечество. Оно терпит унижение как в лице наказуемого ученика, так ещё больше в лице самого воспитателя, который пытается физически наказать учащегося. И после этого святитель произносит важные слова, которые следовало бы запомнить всем нам. Никогда нельзя произносить какого-то решения и тем более пытаться наказывать кого-то. в час своего гнева. Час гнева — это час безумия. И любое решение, которое выносится во время твоего гнева, является решением безумным. Подлинное решение должно рождаться из спокойной и мирной души. Поэтому в решении судеб человеческих нужно всячески избегать страсти гнева. Находясь на Ставропольской кафедре, святитель Игнатий принял участие в обсуждении готовящейся реформы. Реформа 1861 года, когда крестьяне были освобождены от крепостной зависимости. И вот этот указ ещё только-только готовился, а святитель Игнатий уже написал несколько обращений, в которых говорил, что подлинная свобода подаётся не путём социально-политических решений. Подлинная свобода даруется только Христом, и свобода состоит в освобождении души от рабства греху. И святитель Игнатий вот в этих обращениях пытался предостеречь от неправильного понимания готовящейся реформы. И потом предостережения святителя Игнатия действительно оправдались, потому что вот едва был объявлен этот манифест 1861 года, как многие крестьяне буквально взбунтовались и перестали работать. И после этого пять лет государство российское выходило из кризиса. Манифест был неправильно истолкован. Многие восприняли это как повод к безделью. И святитель Игнатий говорил, что стремиться-то надо не вот к этой свободе, как к вседозволенности, а подлинная свобода рождается в духовном освобождении от греха. Но не все могли понять святителя. Была большая даже полемика. И проведя несколько лет на кафедре, святитель попросился на покой. И вот в 1860 году он, наконец, получает долгожданное разрешение и выезжает в Николобабаевский монастырь в Ярославской епархии, где, наконец-то, святитель Игнатий получил возможность всецело посвятить себя безмолвной жизни. И вот последние семь лет святителя они прошли в том ритме духовной жизни, о котором он мечтал всю жизнь. Когда он был свободен от внешних дел, от всех вот этих административно-организационных вопросов, и основным содержанием его жизни была молитва и написание аскетических трудов. Святитель Игнатий жизнь свою окончил во время молитвы. 30 апреля по юлианскому календарю 1867 года. Келейник застал его с молитвословом, который он читал во время последних минут своей жизни. И таким образом, посвятив себя молитвенному деланию, святитель во время молитвы встретил и телесное окончание земного пути и, будучи в молитве, перешел ко Господу, ко Господу Иисусу Христу, Которому стремился на протяжении всей своей жизни. Свят, 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 Боже, Богородицею помилуй нас. Свят, 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 свят